Я со своим творчеством сейчас сам знакомлюсь, как со стороны. У меня просто два в этом году, буквально Новый год начался двумя премьерами. То есть в феврале была первая премьера, и в первых числах марта была вторая премьера. И обе дистанционные. То есть я просто давал эскизы, и в силу всего общего этого карантина я не ездил, как обычно, на подбор тканей, на работу с цехами, то есть как это обычно происходит. И у меня две премьеры, и обе дистанционные. И для меня все, что я увидел, кусочки видео, фотографии с этих премьер, для меня это тоже абсолютный сюрприз. То есть я знакомлюсь со своими собственными спектаклями, я знакомлюсь со стороны абсолютно. То есть для меня это абсолютная новость такая. Хотя я чуть-чуть наблюдал процесс, естественно, но насколько это возможно, когда тебе показывают или фотографии какие-то с подбора тканей, или с примерок. Но я там не присутствовал и на выборе тканей, и на примерках не присутствовал, только опосредованно, только через фотки. А потом уже я видел какие-то куски, собственно, действия. И для меня тоже это абсолютный сюрприз. И мне говорят, ну ты вот, как твои впечатления? Я говорю, я не знаю, у меня нет впечатлений, потому что я не видел практически ничего. Ну красивые фотографии я вижу, вроде как мне не стыдно. Премьера была в Душанбе, и вообще не было в Душанбе никогда в жизни. Если, скажем, в Перми у меня первая премьера была, балет Евгения Панфилова, но там уже не первый спектакль, несколько лет работает. Как бы один спектакль в год мы делаем. А в Душанбе я вообще не был никогда в жизни. И с театром этим я не знакома, с цехами этим я не знакома, с солистами этим я не знаком. То есть это вообще авантюра такая для меня. Мне казалось, что это такая невероятная авантюра. Сроки вот такие вот постановочные. Ну, конечно, и потом, когда смотришь на результат, то есть да, вот твои эскизы – это отдельная история. И вот эта сценическая версия, которая в итоге – это совершенно другая какая-то история. То есть для меня это вот откровение какое-то, что вот можно работать и так. В чем кайф театра, да, когда ты непосредственно общаешься с исполнителями. А этого нет. И я говорю, что для меня это как будто вот, как будто это не я. Я себя чувствую каким-то самозванцем в этой истории. Что вроде как... Обычно, когда весь процесс в твоих руках, ну или, по крайней мере, когда ты передаешь его из рук в руки, вот в пошивочный там цех или в декорационный цех, и ты присутствуешь еще практически при этом. Вот они примерки, которые при тебе проходят. Вот вы вместе там какие-то финишные доделки доделываете, там красите эти костюмы, там, я не знаю, фактурите их каким-то образом. Непосредственно там с исполнителем или на исполнителе. Потом вы все вместе естественным образом ставите свет. То есть сценические репетиции идут. То есть этот процесс, он вот как бы непосредственно происходит вот таким образом. А тут вдруг ты отдельно, эскизы отдельно, процесс вот там где-то отдельно. Я говорю, для меня это был, конечно, не стресс, но какой-то такой драматический опыт в плане переживательном. Потому что вроде как от тебя ничего не зависит. Ты сделал эскизы, и теперь ты вроде как и сидишь такой в недоумении. Драматургический материал, режиссерская трактовка, режиссерское видение, возможности актеров. Потому что не всегда актеры могут идеально все сыграть. А потом это же театр, там всегда все по-разному. Актеры зуб болит, он по-другому играет. Все от психофизики зависит. Плюс там цеха. Это для художников больнее иногда бывает, чем актерские способности. Это работа цехов. Хорошо, когда ты имеешь, ты как бы работаешь постоянно с какими-то цехами. Ты их знаешь, они тебя знают, вы можете о чем-то договориться. Они понимают тебя, доверяют тебе, ты им доверяешь. То есть я говорю, это как брак. То есть вы можете прекрасно договориться за столом. У вас за штольный период будет совершенно изумительный. Вы обо всем договоритесь. Вы прорисуете там спектакль покадрово. Мизансцены будут как бы прорисованы в вашем воображении, или там на бумаге идеально. Эскизы будут потрясающие. Но потом вы с этим выходите. Режиссер идет, соответственно, на сцену, в репетиционный зал к актерам. И что там у него получится? Это тоже вопрос. А художник идет в цеха. То есть строительство декораций, пошив костюмов. Сам эскиз не приходилось переделывать. Его все равно, когда ты рисуешь, это одна история. А когда это все формируется уже на манекене, а потом на артисте, это уже другая все равно история. Особенно если ты вот непосредственно на примерке присутствуешь, ты же всегда можешь скорректировать. Потому что, опять же, физика у артистов разная. Ты делаешь эскиз, он достаточно условный. Он как бы ни на кого. Но бывают такие художники, когда есть и время, и там достаточно, и условия, они делают эскиз конкретно на исполнителя. То есть вот они знают, да, вот у этого, условно говоря, длинные ноги, там и короткие руки, или там у этого длинная шея, у этого короткая. То есть они учитывают эти моменты, уже делая эскиз. Грим у меня, я помню, отличался концептуально. У нас было три исполнителя роли Карабос, настоящей красавицы. Мальчики танцуют. Традиционно как бы считается, что это такая для характерного танцовщика партия, где можно там красиво, интересно покривляться. Мальчик изображает страшную старуху. Ну, то есть это интересно, да, чисто актерски. Плюс это же роль такая немножко мемансная, там практически нет каких-то таких эффектных балетных танцев, а есть вот именно характерность такая острая. И три артиста танцевали эту партию. И они все физиономически были очень разные. То есть у всех разное лицо. У одного скуластая, у другого более круглая. И я когда делал грим, ну, эскизы грима я имею в виду, я сделал три разных эскиза с учетом, как бы вот кому-то там щеки убрать надо, да, кому-то нос подчеркнуть, он маловат или наоборот крупноват. Хотя в этой партии как раз чем больше, тем лучше. Потому что я знаю, например, что некоторым артистам делают даже гумозный нос в этой партии. Делают подбородок такой длинный, ведминский, да. Как вот у масок таких характерных. Делают длинный нос такой, удлиняющий. Ну, вот в принципе, да, какие-то такие физические особенности, естественно, нужно учитывать. Иногда это учитывается непосредственно в процессе сочинения, когда уже костюм как бы сажается, да. Кому-то надо там приподнять, условно говоря, у него торс короткий, а у кого-то наоборот. Ну, то есть это все вот такие моменты, которые уточняются непосредственно на примерках. Поэтому я всегда переживаю, когда меня нет примерки. Потому что, ну, хорошо, когда артист себя хорошо знает, понимает свое тело. Балетные, как правило. Особенно если он знает хореографию. Это не новая для него партия. И он уже как бы в каких-то других, может быть, постановках танцевал или репетировал это. И у него тело уже каким-то самим, ну, как бы, уже живет, да, в этой партии. И он знает, какой костюм ему нужен. То есть какие элементы костюма можно как бы отпустить на волю художника, да. А какие вот надо учесть, которые ему будут просто, грубо говоря, мешать. Потому что там же в классическом балете есть вращение, и он вращает. То есть, ну, в общем, там много-много всяких каких-то таких нюансов, которые надо учитывать. Первый этап – это разговоры. Когда вы договариваетесь, как говорят, на берегу надо договориться. До того, как вы пуститесь в плавание. Вот. То есть первый этап – это договориться. О чем вы будете все это делать, о чем ставить. Вот. Какая у вас там сверхзадача, вспоминая Станиславского, опять же. Если ты ставишь какой-то материал, у которого обильный бэкграунд, постановочный. Шекспира ли ты ставишь, Чехова ли, Ипсена. Ну, то есть ты ставишь какую-то драматургию, за которой уже стоит там 100, 200, 300 лет. Там я не говорю про какие-то античные постановки, или там про Мольера, которому тоже 400-300 лет. И то, естественно, ты по-другому... То есть ты существуешь. Хочешь ты, не хочешь существовать. Ты не можешь существовать в вакууме, когда ты берешь такой материал. Потому что ты берешь вместе с этим материалом и тот груз, который на нем нарос. Лишневый сад. Чайка. То есть это тысячи постановок существуют. И каждый зритель, не то что там критик, а каждый зритель знает, какой должна быть эта чайка, какой должен быть этот вишневый сад, или это спящая красавица. И я всегда смеюсь и раздражаюсь одновременно, когда я читаю или слышу от кого-то. «Этот балет должен быть Гобелленовым». Ну, предположим. Я говорю, начнем с того, что он никому ничего не должен, грубо говоря. То есть у зрителя... Потому что кто такой критик, да? Это тоже зритель. Только более считается, что он более просвещенный. Но это уж как повезет. И у него тоже есть свои какие-то представления, иногда вполне детские. То есть вот есть, я знаю, такая категория критиков, которые выросли из каких-то своих детских впечатлений. И вот они смотрят на спектакль, который предлагаешь. И он никоим образом у них не сопрягается в их воспоминаниях с тем, что они когда-то пережили. А дело в том, что... Ну, вот как человек родился, и он ничего еще не знает. Он как бы мир открывает с нуля. У него ничего нет, у этого человека. И есть... У него все впервые. И есть такие зрители, которые приходят впервые. Ну, там, в галерею, в музей, в театр, в кино. В какой-то момент впервые. Ну, то есть вот так было. Это естественно. Там столичные жители ходили в Кировский валет, там, в Мариинский. Или в Большой. Или еще там какой-то такой статусный театр со статусными постановками, которые стали классикой. Кто-то ходил в более скромные спектакли и театры, видел какие-то не такие знаменитые постановки. Но все равно вот остались какие-то детские впечатления. И вот он эти детские впечатления несет в себе. И на каждую новую постановку этого материала, он как бы их вот соотносит с этими своими детскими впечатлениями. Первыми впечатлениями. То есть вот у него есть некое идеальное представление. И все остальное это вот попал, не попал. Тут надо договориться о том, кто такой зритель. Потому что среднестатистического зрителя, я не знаю, существует это вообще или это выдуманное понятие. Что такое среднестатистический зритель? Ну то есть понятно, наверное, можно руководствоваться какими-то критериями, его как бы придумать. Что такое нынешний среднестатистический зритель? Потому что сейчас он сильно отличается от того, который был там 30 лет назад. Когда не было Ютуба, когда не было доступна любая визуальная информация. Сейчас ты нажимаешь кнопку и ты получаешь практически все, что ты хочешь узнать. И даже то, что ты не хочешь узнать, ты все равно получаешь. И, естественно, это очень сильно давит на мозги. Другое дело, что зритель, который приходит, он может быть вообще не в курсе. То есть есть, с одной стороны, такой просвещенный зритель. Иногда это плюс, иногда это минус. Потому что они приходят и говорят, я знаю, как надо. А не факт, что он знает. Опять же, это вот из той оперы, когда он что-то такое видел когда-то, запомнил и считает, что вот именно так и надо. Но это не факт. И тут вот как совпадет, как повезет. То есть, получит он какое-то такое впечатление, не зная ничего про этот материал драматургический. Не сопрягая его там ни с чем. Не вспоминая ни о чем. То есть, вот он встретится лицом к лицу. Там, условно говоря, с Мольером. Или с Шекспиром. Или с Чеховым. Произойдет благодаря встречному движению какая-то искра. Или не произойдет. Чисто чувственно это все воспринимаешь. Потому что в театре это настолько все необычно и странно. И это цепляет. То, что это как бы вот выпадение из реальности. То есть, ты приходишь в какое-то особенное место. Специальное. Очень как бы специально организованное. Мне это страшно нравилось. И вот эти вот ярусы театральные. Эти ложи. Этот бархат. Но дело на самом деле не в бархате. А именно в том, как организовано это пространство. И вот эта вот коробка сцены. А там что-то такое происходит. Особенное. Совершенно не похоже. С одной стороны, да, люди. Но при этом они как-то по-особенному одеты. Они по-особенному разговаривают. Они по-особенному освещены. То есть, это какая-то вот такая специальная история. Которая очень цепляет именно вот этой своей такой вот странностью. Она немножко сновиденческая. Вот как во сне, да, мы видим знакомые места. Или знакомых людей. Но при этом они какие-то вот не такие. То есть, вроде как, ты знаешь этого человека, но он как-то странно действует. Он как-то говорит странно во сне, да. И в театре примерно то же самое. То есть, все то же самое, да. То есть, те же самые люди, но они какие-то вот необычные. Так и не так. Даже вот это вот, когда ставится... То есть, я обсуждал, скажем, современные сейчас постановки есть. Но они достаточно уже такие мыстримные. Там, скажем, в опере, да. Осовременивание опер. Когда, предположим, вместо костюма, там, какого-то исторического, человек выходит в пиджаке. С одной стороны, то есть, мне, может быть, там, 10 раз скучно на это смотреть. Я посмотрел, может, на какой-нибудь конзол расшитый. Но дело не в этом, а в том, что на сцене все равно это костюм. Это все равно, даже если я вот так вот сейчас выйду на сцену, условно говоря, вот под софиты, да. И вот в эту коробку я войду сценическую. Все равно публика будет воспринимать мою обычную одежду как костюм. То есть, это просто, ну, как сказать, это вот такие предлагаемые обстоятельства. Сцены. Сцена все делает, ну, как бы, немножко поворачивает по-другому. Можно там, я не знаю, голого человека выпустить. И его голость, как это, его нагота, да, она будет смотреться костюмом. Ну, при определенных условиях, естественно. То есть, нам все равно нужно понять, почему он голый. Или там, условно говоря, почему он вышел в джинсах. Если материал не предполагает, там, если зритель был готов к тому, что ему покажут, там, скажем, костюм 19 века, а человек вышел в джинсах. Почему? Тут уже вопрос к режиссеру, как он способен это все обосновать для зрителя. Если человек там каким-то образом берет на себя задачу постановочную, понятно, что он должен эту задачу адекватно объяснить сначала своим артистам, потому что он через них общается с публикой. Ну, и зритель должен понять, почему. Желательно. Есть 10 человек, условно говоря. Вот 9 человек прочитали, а один еще и понял прочитанное. И, в принципе, в театре, ну, в любом виде искусства, и не только искусства, в принципе, вот такое соотношение, может быть, оно оптимистично, может быть, оно другое в итоге, может быть, один на сотню. Чехов говорил, что вот один на сотню. Он говорил там, у 99-ти истанет ума. Вот он был оптимистом. Главное на сцене – это персонаж, человек. От того, как он двигается, от того, как он выглядит, понятно, что это первое, это самое главное. То есть потом, понятное дело, там, антураж. Хотя бывает, что, наоборот, не потом. Бывают такие декорации, когда открывает занавес и зритель «аааа» и восторженно аплодирует. делают. Иногда бывает так, что это последний аплодисмент. Что больше ничего в спектакле нет. Так тоже бывает. Что очень красивое оформление, а что дальше? Не живет. Бывает так. Но все равно, как говорил Боровский, от костюма, от образа, от того, как актер двигается. Это, например, знаменитая история о том, что репетируя, по-моему, Тургенева, Станиславский обязал всех актеров облачиться в корсеты. Включая мужчин. Просто эпоха, в которой они играли, она была визуально вот так вот. под такой вот жесткости. То есть она формировала определенный стиль поведения. Потому что что такое корсет? Это контроль. Это контроль, это определенная жесткая такая осанка. То есть это такая несгибаемость во всех смыслах. Ну и плюс силуэт, соответственно, такой жесткий, определенный. Потому что он понимал, да, что вот вот эта пластика, вот движения достаточно жесткие, заторможенные, может быть, в чем-то, да. То есть никакого свободного движения это не дает. то есть ты определенным образом можешь ходить и только определенным образом там садиться или стоять. Понятно, что если ты будешь и репетировать, естественно, нужно было в корсетах, а не только, так сказать, уже перед генеральной репетицией костюм с корсетом надел и пошел себе на сцену. Нет, и репетиции, то есть это с самого начала строилась на этом вся история. Об этом, кстати говоря, писал Оскар Уайт о том, что нужно отказываться от корсетов и от вообще как бы от костюма, который крепится, условно говоря, на поясе, на поясе, на бедрах. И возвращаться к костюму плечевому, который крепится на плечах и не спадает, дает свободу движению, свободу дыханию. То есть это революционный на самом деле был призыв, потом это все каким-то образом в реформу одежды женской, потом позже и мужской перешло, но в свое время призыв был вполне себе революционный. Вот таким образом переосмыслить концепцию. Как бы античность это плечи. Народный костюм это чаще всего плечи, это рубаха, не спадающая что-то, свободная. То есть это костюм человека работающего. даже если он парадный, праздничный, свадебный и так далее, но все равно это как бы более усложненный, но все равно костюм как бы основа его остается вот такой вот рубашечно, не спадающий, такой свободный. А костюм, костюм, который крепится от талии, это вот как раз корсет, это как раз кулет, это как раз кираса, то есть это и военный костюм, и вообще как бы модификация европейского костюма шла от военного очень сильно. И, скажем, даже костюм, партикулярный костюм 19 века, это все равно вариации военного костюма, вариации мундира, потому что как бы главным человеком в империи, будь то британская, германская, российская, любая другая, в жесткой иерархическом обществе главный человек это человек служивый, а как бы самая главная служба это служба военная. Вот, и поэтому вариации мужского костюма это как бы вариации на тему военной формы. То есть это достаточно организующая такая, достаточно дисциплинирующая одежда. Ничего свободного. Рукава узкие, силуэт жесткий, да, внутри чаще всего какие-то прокладки, если не корсет, то все равно какие-то там, я не знаю, вшивались дополнительные там усиления, да, вот, а все это шло, естественно, вот каких-то более там древних средневековых и более поздних этих самых форм. Вот, и у женщин примерно все то же самое было, но понятно, что там в силу там анатомии и более свободного существования, что такое там светская женщина, это мукет, это цветок, это ваза, то есть как бы никакой самостоятельности, одеваться сама не может, раздеваться сама не может, вот, и такая вот тотальная зависимость от мужа, от служанки, от парикмахера, который приходит и укладывает волосы, потому что не стриглись, а постоянно сложные все эти прически, вот, то есть такая вот история непростая была. Сейчас тотальная эмансипация, брюки, то есть считается, что Первая мировая война покончила с, как бы завершила процесс эмансипации женщин, ускорила его, потому что война затянулась, жертв было все больше, и те женщины, которые сидели по домам, пришли на производство и стали замещать мужчин на мужских работах, естественно, это потребовало реформы костюма для женщин, и, естественно, уже таких дам цветочков становилось все меньше и меньше, и им нужен был свободный костюм, и брюки пошли в ход, и короткие стрижки пошли в ход, и, естественно, тотальный отказ от всяких корсетов, хотя это началось, понятно, не после мировой, не во время Первой мировой войны, а пораньше, но, тем не менее, просто Первая мировая война, это, как бы, завершила, она поставила точку, плюс она покончила с тремя крупнейшими европейскими империями, вот эти невероятные выезды, этот конвой его величества, личный конвой и так далее, то есть эти бесконечные мундиры, эти мероприятия номенклатурные, как бы, сейчас сказали, вот, это все отменили, человек, скажем, светский, ну там, среднесветский, он должен был соблюдать огромный список предписаний, иначе, что называется, не Камильфо, и он исключался из этого света, он был, так сказать, не рукопожат, его не принимали в хороших домах, там, и так далее, он становился парень, если он не соблюдал целый ряд огромный список всяких разнообразных условностей, это касалось, там, одежды, там, не знаю, манеры поведения, то есть мы сейчас не знаем и сотой доли того, что знал среднестатистический человек, вот, живущий в тогдашней, там, предположим, сто лет назад, 150 лет назад, то есть не так давно, в общем-то, по историческим меркам, вот, и в этом плане, конечно, сейчас жизнь более проста, может быть, более скучна, может быть, более свободна, это как посмотреть, пришла другая элита, сейчас можно все, не знаю, хорошо ли это, но можно все, но костюм же он социален, даже если ты, там, условно говоря, такой весь из себя свободный художник, предположим, да, а все равно это все равно некий образ, вот, я свободный художник, это образ, я себя оформляю соответствующим образом, как свободный художник, не то, что я такой весь из себя свободный, а я вот именно свободный художник, то есть это уже определенные рамки, то есть уже не свободный, да, то есть в рамках этого образа я уже вот каким-то определенным образом себя подаю, да, опять же, есть понятие моды, его никто не отменял, есть понятие моды, и оно тоже, так сказать, меняется, скажем, то, что модно было условно и 90-е, когда все было ярко, когда были бешеные деньги какие-то, лихие, да, и так далее, и народ там одевался в золото, перед, там, условно говоря, первоначального накопления капитала, который требовал вот такой вот яркости подачи себя, демонстрации своих возможностей новых, открывшихся, плюс пометка, так сказать, на возраст, да, то есть молодые достаточно люди, молодым людям свойственен определенный максимализм, в том числе и в одежде, вот, потом капиталы накоплены и вроде как уже не очень безопасно их демонстрировать, и опять же, блажен, кто с молоду был молод, блажен, кто вовремя созрел, созревшие уже люди, да, то есть они уже не стремятся демонстрировать какие-то свои молодые стати, они уже работают на сохранение, а сохранение требует скромности, поэтому вместо, условно говоря, красного пиджака и золотой цепи наружу, теперь работает какой-нибудь костюм немарких асфальтовых оттенков, но от очень дорогого портного там с Цевил Роуд, предположим, да, вот, то есть это все, то есть это все в принципе учитывается. Я думаю, в творчестве вообще свободы нет, ну, в каком-то таком понимании, то есть я не очень понимаю, да, ну, там, абстракционист, художник-абстракционист может быть наиболее свободен, потому что, строго говоря, он ничем не ограничен в своей работе, он абстракционист, он как бы вот апеллирует просто вот чистый каким-то визуальным эмоциям в своих работах. Они бессюжетные, они как бы вот, я не знаю, ни к чему не привязаны, в них нет ни драматургии, как бы ничего. У них есть вот просто некие определенные чувства, выраженные через цвет, через пятна, там, через линии. Может быть, он наиболее свободен, я не знаю. Все остальное, я не знаю, насколько это вообще свобода. Вот последнее, о чем бы я подумал, насколько это вот свободно или там не свободно. Столько превходящих обстоятельств сложных, которые надо учитывать, о какой свободе вообще может быть речь. Потому что все равно там музыки или тоже абстрактное некое искусство, музыка, все равно есть определенные формы, в которых, так сказать, композитор работает. Вот, и во всем остальном то же самое, так же как-то в поэзии. Все равно есть какие-то берега. В этом как раз, по-моему, весь цимис в этом, что ты должен в определенные, другое дело, что ты можешь сам себе эти берега придумать, не в какие-то заданные входить, да, а придумать себе берега, но все равно придумать, все равно некий, все равно некую как бы вот ограничительную какую-то такую вот форму, да, потому что форма, да, а форма это ограничение. Самая конкретная рамка это человеческое тело, его возможности, его как бы строение. Вот это рамки, человеческое тело это рамки, все остальное это можно накрутить как угодно. Если, например, человек занимается хореографией, даже суперсвободной хореографией, там, не какой-то классикой, а какими-то там хореографическими практиками свободного танца, да, все равно он ограничен возможностями собственного тела, или там возраста, или пола, все равно, то есть, не знаю, а в виртуальной реальности, он ограничен своим воображением, предположим. Это все рамки, рамки, рамки. Ты как бы входишь в определенные условия, иногда они достаточно жесткие, по срокам, по деньгам, по каким-то техническим возможностям. Вот. Это тоже дисциплинирует, это тоже определенным образом организует там или направляет. То есть, ты не можешь, когда у тебя там не полгода на работу, а месяц, ты не можешь растекаться мыслью по древу, ты должен собраться, вот, то есть, все равно это жестко, жесткие какие-то условия. Вот, поэтому я считаю, что да, это благо. Вот, или когда ты там, тебя в материале там ограничивают определенной эпохой, предположим, ты должен, опять же, не растекаться, а сосредоточиться на каком-то там, условно говоря, отрезки времени и погрузиться вглубь, вот, а не растекаться вширь. Ты должен выдумать что-то такое. Когда у тебя открытые сроки и открытый бюджет, я вот думаю, что это как раз проклятие. Когда тебе говорят, ну вот, думай сколько хочешь, я скажу, ребят, нет, так не пойдет. дайте мне сроки, потому что я просто человек страшно неорганизованный и сам по себе недисциплинированный. И поэтому мне нужно бы, чтобы вот сроки какие-то или какие-то такие внешние условия меня дисциплинировали бы. Потому что когда вот у меня наступает пауза, предположим, там условно говоря между двумя заказами. И это самое мучительное время. Потому что я не знаю за что браться. Идей много, все вроде как интересное и определить приоритеты страшно сложно. И я занимаюсь целыми днями, я только и делаю, что перекладываю с одного угла стола на другой эскизы. Утром мне нравится вот это, к вечеру мне нравится вот это, я что-то порисую там ужасно. Вот когда ты свободен вот абсолютно, потом ты там собираешься каким-то усилием более, определяешь какую-то тему, сам себя вводишь в берега, если тебя со стороны заказом не ввели. И вот что-то такое делаешь. Но с другой стороны, я не знаю, кто существует без берегов. То есть все равно какие-то берега есть. У кого-то берега это его воображение, у кого-то его техника, у кого-то там я не знаю, что еще. В этом кайф, в принципе, скажем, работы для меня в том же театре, что ты не знаешь на самом деле ну как бы твоя последующая работа всегда немножко другая. Все равно даже если ты во второй, там в третий или в десятый раз ставишь один и тот же материал, но с разными людьми в разном театре и с разными условиями, это все равно все разное, все другое. Это интересно как раз. Когда ты вот в определенных каких-то рамках существуешь, вопрос, что да, ты можешь их уже от тебя там зависеть, насколько ты можешь там их углубить или расширить или предложить там что-то. Вопрос тут опять же как во всяком коллективном творчестве насколько отзывчивы будут насколько отзывчива будет твоя команда, твой коллектив, насколько они будут воспринимчивы к твоим идеям. На самом деле режиссер в принципе по идее должен быть, я говорил, что вот есть человек, который открывает что-то заново, который как бы впервые что-то делает, там невзирая на то, что знает или не знает то, что было до него. Вот он увидел эту пьесу, прослушал эту орферу, она его потрясла, как в первый раз и он хочет, чтобы и зритель так же вот впечатлился, как он. Как я понимаю, что такое режиссер. И он как бы зрителю пытается это донести, передать вот это свое ощущение, показать этот материал так, как он его увидел, какое впечатление и какую эмоцию он пережил. Вот сверхзадача режиссера. Так, чтобы зритель, даже который знает прекрасно эту пьесу, все равно пережил ее, как в первый раз. Вопрос профессионализма раз, то есть ты должен раз и навсегда понять, что твое имя на афише будет стоять вторым. Нет, даже третьим. Первое имя автора, а потом имя режиссера, соответственно, постановщика, а твое имя третьим, а может быть, даже и четвертым, потому что там, может быть, первым будет стоять имя какого-нибудь премьера модного, главного, исполнителя главной роли. Тоже такое возможно. Вот. Это вопрос действительно смирения и мудрости профессиональной, опять же, даже не человеческой, а именно профессиональной мудрости, профессионального такого понимания своей роли. при том, что твоя работа может быть по результату гораздо важнее всех предыдущих, которые впереди тебя идут в этом, так сказать, списке. Ну вот, я когда читал там лекции по, например, о роли художника в театре и в кино, я даже спрашивал, в общем, достаточно просвещенную публику, я задавал вопросы, кого из театральных художников они знают, или знают ли они, например, какие-то определенные имена и фамилии, и если этот человек не профессионал, а обычный зритель, даже очень насмотренный зритель, который знает там историю кино и смотрел не только новые какие-то, так сказать, там поступления, а знает и всего там возраста, интересов, какую-то перспективу обратную. Когда начинаешь людей вот такого рода просвещенных спрашивать о тех, кто ответственен за визуальное заставляющее в кино операторов, художников-постановщиков или художников по костюмам, я не знаю, один на тысячу вспомнит. Даже если это фильм, основная ценность которого именно визуальном решении все равно последним вспомнит его художник по костюму или художник-постановщик или кинооператора. Но кто знают режиссера, все знают, предположим, Питера Гринуэя. Визуальная составляющая его фильмов совершенно исключительная. Она как бы вся его как бы весь кайф его фильмов построен на картинке. Там нет каких-то суперхарактеров, каких-то сюжетов, напряжения какого-то драматургического. То есть это визуальный ряд, прежде всего. Это пир для глаз. У его художников или его операторов не знает никто. У меня были попытки стать режиссером. Просто такой подавляющей воли не хватает. У меня нет этого просто в характере. Организационной воли и вот такой волеубеждения. Потому что режиссер это человек, который умеет организовать людей и убедить их в чем-то. А я не умею ни организовать, ни убедить. Но художник тоже режиссер, он тоже режиссирует. Только он режиссирует не через объяснение, не через как бы такую вот концепцию, невербально или показом. Разные техники есть режиссерские. А он как бы пространство организует. Это тоже режиссура, который прямой влияет на бизонсцену. Или вот костюм влияет на пластику. Это тоже режиссура. Опосредованная. Это такой художник серый кардинал спектакля. То есть он влияет ну как бы исподволь, молча. Искусство художника молчаливое искусство. Сказал человек, который два часа болтает без безумолку. Безумолку.